Это Роллс-Ройс Дроптейл Родстер, один из самых дорогих новых автомобилей в мире. Но это не единственная невероятная новинка из представленных, будет и гиперкар квад-турбо из Дании, итальянский Родстер с мощностью за 1900 лошадей, британский кабриолет, который выдает почти 700 лошадей, и даже новенький Ламборгини, совершенно не похожий на своих предшественников. И сегодня я расскажу вам все самое интересное об этих машинах, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Нужно сразу пояснить, что Дроптейл Родстер это не просто Роллс-Ройс Доун в новой обертке. Этому автомобилю сделали совершенно новое уникальное шасси, и крыша у него съемный хардтоп, а не тканевая, как у прочих кабриолетов компании. Но это не главная особенность новой машины. Внимание к деталям здесь невероятное. А крас нанесен в пять слоев немного разных оттенков красного для большей глубины цвета. Качество салона тоже непревзойденное. А уж над деревом тут поработали тщательнее, чем в любом другом Роллс-Ройсе. Деревянные вставки за сиденьями делал один человек, который для пущей концентрации работал исключительно в звукоизолированном помещении. Работа заняла девять месяцев, потому что ее делали подходами в один час, чтобы обеспечить себе максимальную концентрацию и сделать все идеально. Всего у Дроптейла более 1600 сделанных вручную деревянных элементов, и установка их заняла почти два года. Также в переднюю панель встроили эксклюзивные часы в усиленном корпусе. Собственно, единственная нормальная деталь в машине — это ее двигатель. Дроптейл оснащен тем же V12,675 литра с двойным турбонаддувом, что и седан Фантом. Впрочем, и мотор тоже доработали. Теперь он выдает 600 лошадей, а не 570, как у Фантома. Так, сколько же все это удовольствие стоит? Но Роллс-Ройс не любит распространяться на эту тему, когда речь заходит об их уникальных моделях. Вульгарно! Но поговаривают, что этот дроптейл, который называется La Rosso Noir, обошелся даже дороже модели Роллс-Ройс Боттейл, который стоил где-то 20 миллионов фунтов. И это только начало. Роллс-Ройс сделает еще три дроптейла, которые, возможно, окажутся еще дороже первой ласточки. Увы, наверняка будут знать только их владельцы. Это Lamborghini Lansador. И он совершенно не похож на своих собратьев по бренду, потому что это автомобиль GT 2 плюс 2 на электротяге. Как будто скрестили Урус и Хуракан. Заостренные перед и вытянутые фары характерны для суперкара, но дорожный просвет тут, как у кроссовера. Воздухозаборник под дверью напоминает о Хуракане. Ну а задняя оптика и новинка немного похуже на Сиан. Досадно, конечно, что под капотом нет V12, но можно утешить себя тем, что и без того эта модель довольно мощная. У нее два электромотора по одному на каждой оси, и их совокупная мощность, согласно Lamborghini, более 1 мегаватта. Ну или примерно 1360 лошадей. Очевидно, машина полноприводная. Есть векторизация момента и активная подвеска, чтобы пулей пролетать повороты. В Lamborghini говорят, что Lansador вдохновлен космическими кораблями, и стоит заглянуть в салон, и это сразу видно. Только посмотрите на переднюю панель. Она словно из вселенной Звездного Пути. Два огромных экрана и классная центральная консоль, которая отделяет водителя от пассажира. Lansador пока что лишь концепт-кар, но он станет основой модели ограниченной серии, которая выйдет в 2028. Все это, конечно, здорово, но что если вы из тех миллионеров, которые жить не могут без V12 под капотом? Тогда зацените новую Zenvo Aurora. Да, в профиль весьма похоже на Valkyrie Aston Martinet. Но это совершенно новая и безумнейшая машина от датских инженеров, ранее сделавших Zenvo TSR. Та модель была оснащена V8 с двумя компрессорами 5,8 литра, мощностью 1200 лошадиных сил. Большинству хватило бы за глаза, но не Zenvo. Аврору они оснастили V12 6,6 литра аж с четырьмя компрессорами. Но и это не все. Они добавили вспомогательный электромотор на 200 лошадей, чтобы поднять совокупную отдачу на уровень где-то 1450 лошадиных сил. Это уже уровень Bugatti Chiron, мощность которого полторы тысячи лошадей. Но и это не предел. Это характеристики легковесной трековой версии Agile. Помимо этого, Zenvo сделали еще одну более мощную Аврору с полным приводом. Эта версия называется Tour. У нее такая же безумная силовая SV12 компрессорами и гибридом, но при этом еще два 200-сильных электромотора на передней оси. И совокупная отдача этой модели уже 1850 лошадиных сил. Это на 250 лошадей больше, чем у Bugatti Chiron Super Sport. Заявленный Zenvo разгон Авроры даст сотни, две и три десятых секунды. Ровно столько же, сколько я намерил в Chiron Super Sport. Думаю, что Zenvo могли и поскромничать насчет производительности Авроры. Так что мы обязательно раздобудем эту модель на обзор и узнаем ее настоящий разгон. Правда, максимум скорости проверить не удастся. Потому что, согласно Zenvo, максимальная скорость версии Agile 365 км в час. Ну а тур еще быстрее, выжимая 451 км в час. Так сколько же все это будет стоить? Ну, Zenvo сделает всего 50 экземпляров Агилов и 50 туров. И такой эксклюзив обойдется недешево. Каждая версия будет стоить примерно 2,2 миллиона фунтов. Но Zenvo не единственная новинка с мощностью за 1800 лошадей. Хеннесси сделали новую версию Venom F5 под названием Revolution Roadster. У него такой же V8 6,6 литра с двойным турбонадувом, что и обычного F5 Roadster, мощностью 1817 лошадей. Также доступен и опциональный аэродинамический пакет от купе Revolution. Из-за него немного снижается максимальная скорость, зато куда больше прижимной силы. Что позволяет проходить повороты еще быстрее и пугать своих пассажиров на треке до чертиков. Всего Хеннесси сделает 12 таких моделей, все уже распроданы. Несмотря на ценник в 2 миллиона 300 тысяч фунтов. Форд представили новый Мустанг GTD. Не переживайте, Дэнни означает дизель, как у какого-нибудь Вольксвагена Гольфа. Речь идет о классе машин Гран-Туризма, специально для гонок чемпионатов Я-GT3. Все верно, это дорожная версия машины GT3, которую делали те же люди, что и победителя гоноклимана Форд GT. Выглядит просто отпадно. Посмотрите на это антикрыло. Оно на гидравлике и меняет угол атаки для большей прижимной силы. А также сделано из карбона для снижения массы. Закинуть в GTD барахло для поездки не выйдет, ведь багажник здесь забит активной подвеской, гидравликой и охлаждением трансмиссии. А под капотом компрессорный V8 5,2 литра. Форд пока не объявили мощность модели, но сказали, что ориентируется где-то на 800 лошадиных сил. Также они рассчитывают, что новинка пройдет трассу в Нюрнбургринге быстрее 7 минут. Впрочем, ждать этой машины придется минимум до 2025 года. И обойдется она примерно в 235 тысяч фунтов. Хотите менее экстремальную и более элегантную машину с V8? Астон Мартин как раз представили новый DB12 Volante. Это версия кабриолет нового DB12, и полагаю, она станет одним из самых красивых софт-топов. Оснащена тем же 4-литровым V8 с двойным турбонадувом, что и купе. Кстати, мотор собирали в АМГ. Но это, пожалуй, даже хорошо, потому что новый DB12 Volante выдает аж 680 лошадиных сил. На 41 лошадку больше, чем у самых заряженных версий АМР старого DB11. И обеспечивает DB12 Volante разгон до 96 за 3,6 секунды. Заявленная Астон Мартин максимальная скорость 325 км в час. В прошлом году Брабус представили свой первый тюнингованный Порше, а теперь карпят над более экстремальной версией 911 Turbo S под названием 900 Ракета R. У нее потрясающий обвес из карбона, словно из игр Need for Speed, под которым спрятана разогнанная оппозитная шестерка 3,8 литра с двойным турбонадувом и мощностью, да верно, 900 лошадей. То есть на 250 лошадей мощнее обычного Порше 911 Turbo S, который без тюнинга-то был одной из самых быстрых машин на наших драгозаездах. Вот посмотрите, как в нашем заезде он просто уничтожил Хуракан Перформанте и Макларен Артура. Но Абрабус работает не только над этой моделью. Они также представили версию Мерседеса Майбаха С-класса с даже большего размера B-Turbo V12 6,3 литра, мощность которого сумасшедшая, 850 лошадей. Если вам по душе кроссоверы, будет и 600-сильная версия рейндж-ровера от Абрабус. Слишком скромно. Как насчет пикапа Мерседес Г-63 6х6 мощностью 900 лошадей? Абрабус прозвали его Супер Блэк, одна из самых здоровых, тяжелых и устрашающих махин, разрешенных для дороги. Хоть она и похожа на армейский автомобиль, она безумно быстрая. Заявленная Брабусом разгон до 96 5,2 секунды. Быстрее новой Хонды Civic Type R. Мазерати представили новое авто MC Extreme. Название несерьезное, а вот машина весьма. Она основана на суперкоре MC20, но Мазерати серьезно доработали аэродинамику и механику. В помощь трехлитровому V6 здесь новые турбины, с которыми он выдает 730 лошадей. Это почти на 110 лошадей больше, чем у стандартного MC20. Экстрема еще и на 250 килограммов легче. Обычного MC22. У нее полностью переделан кузов, множество крыльев, сплиттеров и плавников для прижимной силы на уровне гоночного авто. Но есть и минусы. Как и гоночное авто, эта модель не является дорожной. А также будет выпущено всего 62 экземпляра. Пеннин Форино работали над дизайном едва ли не самых красивых машин в мире. А теперь вот взялись за собственное авто. Начали с гиперкара на электрокаре Батиста, и недавно представили новый дроп-топ B95. Кое-что он унаследовал от Батисты. Например, 4 электромотора и батареи 120 кВт-часов, которые делал Римотс. Стало быть, мощности авто не занимать. 1900 лошадей, если быть точным. Машина очень шустрая. Заявленный Пеннин Форино разгон новинки до сотни занимает менее 2 секунд. Ну а максимальная скорость составит 300 км в час. Медленнее других гиперкаров, например, той же Невера. Но по ощущениям будет достаточно быстро, потому что такая конструкция авто позволит прочувствовать встречный ветер. Так что, пожалуй, уместно, что Пеннин Форино будут предлагать еще и сделанный специально под этот гиперкар шлем. И даже в характерном орнаменте гусиной лапки под стать броской отделки салона. Кстати, Пеннин Форино обязательно сделает все 10 экземпляров этого авто уникальными, так что никто друг у друга отделку не потырит. Такой индивидуальный подход влетит в копеечку. B95 будет стоить дороже 3,7 миллиона фунтов. Если для вас это дороговато, не расстраивайтесь. Пеннин Форино работает над вариантом для более широкой аудитории. Во-первых, это машина с крышей, четырьмя сиденьями, и ожидаемо это кроссовер. Пеннин Форино пока не показали серийную модель, но она будет похожа на этот концепт Pure Vision. На деле этот очень роскошный салон наверняка станет немножечко скромнее. А вот эти безумные двери наверняка останутся и у серийной модели. В конце концов, я делал обзор на китайскую машину Hi-Fi X с очень похожими дверями, так что никаких отмазок Пеннин Форино. Оше сделали себе подарок на день рождения под названием 911 ST. По сути, это 992-й GT3 RS, который посадили на диету и украсили под ретро. Оснащен 4-литровой атмосферной оппозитной шестеркой мощностью 525 лошадиных сил. А еще у него шестиступенчатая механика от обычного GT3. Но, в отличие от них, здесь нет адаптивной аэродинамики, поэтому дизайн несколько более сдержанный. И еще это позволило сделать ST легче. Снаряженная масса всего 1380 килограммов. На 40 кило легче GT3 Touring. И на сегодня это самый легкий 911-й. Стало быть, машина быстрая. Разгон до сотни, всего 3,7 секунды. И как это на фоне GT3 RS, у которого не механика? Посудите сами по этому отрывку. Получше! 3,19, да! Фискер соперничает с Теслой, выпуская множество новинок. Ронин, четырехместный кабриолет на электротяге. Немного похож на Теслу Ростер. У него три электромотора с совокупной отдачей тысячи лошадиных сил. Заявленная Фискером дальность хода около тысячи километров. Если ничего не изменится, машина выйдет в 2025-м. И стоить будет от 300 тысяч фунтов. Впрочем, если ориентироваться на выпуск Теслы Родстера, особо ждать не стоит. Фискер Аляска, пикап на электротяге, конкурент Rivian R1T, Форда F-150 Lightning и кибертрака Теслы. Его клевая особенность — багажник Гудини. Он обеспечивает доступ в салон из багажного отделения для перевозки вещей под 3 метра длиной. Но Фискер замокнулись не только на Родстер Теслы и их кибертрак. Они также хотят поконкурировать и на поле компактных автомобилей. Знакомьтесь, ПЕР. Расшифровывается как «Персональная электромобильная автомобильная революция». Выглядит футуристичнее большинство современных электромобилей. И, несмотря на компактный размер, задний ряд трехместный. Можно перевозить до пятерых пассажиров. Но самый революционный аспект ПЕР — его цена. Фискер заявляет, что он обойдется дешевле 30 тысяч долларов, ну или 24 тысяч фунтов. Это почти на 19 тысяч фунтов дешевле самой дешевой Теслы Модель 3 на сегодня. Что ж, если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите, что думаете в комментариях. Чтобы посмотреть еще видео, нажмите на окошко слева, я их специально отбирал, не стесняйтесь. Либо, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на наш канал, нажав на значок Carvau по центру. Все просто.